Нашему шестилетнему внуку Оливеру, который ласково называет меня дедуля, нужно было достать что-то из машины. Его отец наблюдал за ним из дома и, не говоря Оливеру, дистанционно отпирал дверь машины, когда Оливер к ней подходил, а затем снова запирал ее, когда тот отходил от машины. И тогда Оливер бежал в дом, радостно улыбаясь. Все в семье спросили его, как же ты так сделал, что дверь машины открылась для тебя? А потом снова закрылась. Он только улыбался. Наша дочь и его мама сказала, может, ты это сделал точно так же, как дедуля? Может, ты обладаешь волшебной силой, подобной нему? Когда спустя несколько минут это произошло снова, он так ответил на продолжающиеся вопросы о своих новых возможностях. Это потрясающе. Я думаю, что это потому, что дедуля любит меня. Он один из моих лучших друзей, и он заботится обо мне. Мне было дано благословение узнать о поистине чудесных событиях, произошедших в жизни верных святых по всей Африке, Попуа Новой Гвинеи, Австралии, Новой Зеландии и на островах Тихого океана. Я согласен с Оливером. Думаю, что это потому, что эти верные люди испытывают такие же чувства по отношению к Небесному Отцу и Спасителю, как и Оливер испытывает по отношению ко мне. Они любят Бога, как близкого друга, и он заботится о них. Члены этой церкви имеют право получать, и многие получают духовное подтверждение, а также заключать священные заветы, следовать Господу. Но, несмотря на это, некоторые идут к Нему, а другие нет. В какой же категории относитесь вы? Бог должен занимать в нашей жизни самое важное место, то, на чем мы больше всего сосредотачиваемся. Так ли это? Или же порой наши помыслы и намерения наших сердец далеки от Него? Заметьте, что важны не только помыслы наших сердец, но и намерения. Как же наше поведение и поступки демонстрируют искренность наших намерений? Когда нашему сыну Бену было 16 лет, он, выступая на конференции Кула, задал такой вопрос. Как бы вы себя чувствовали, если бы кто-то каждую неделю давал вам обещание, но никогда не сдерживал своего слова? Он продолжал. Серьезно ли мы относимся к обещаниям, которые мы даем, когда принимаем причастие и заключаем завет соблюдать заповедь Его и всегда помнить Его? Господь помогает нам помнить Его и Его укрепляющую силу, например, посредством одной общечеловеческой участи – страдания. Когда я думаю о трудностях, с которыми мне приходилось сталкиваться, мне ясно, что они привели к моему росту, способности понимать и сопереживать. Благодаря этим трудностям и их очищающему воздействию, глубоко тронувшему меня, я приблизился к Небесному Отцу и Его Сыну. Его руководство и наставления необходимы. Он помог верному брату Иореду, решив одну из двух проблем, когда он сообщил ему, как наполнять свежим воздухом построенные с верой баржи. Но, очевидно, Господь не только оставил временно неразрешенные проблемами обеспечения и освящения, но он затем дал понять, что он, Господь, допустит, чтобы они пережили страдания и испытания, необходимые для разрешения этой проблемы. Именно Господь направил ветры, дожди и потоки. Почему он это делает? И почему он предостерегает нас, чтобы мы устранялись от опасности, когда он мог просто предотвратить эту опасность? Президент Уилфорд Вудроф рассказывал историю о том, как он получил духовное предостережение передвинуть фургон, в котором он ночевал со своей женой и детьми, только чтобы обнаружить, что вскоре налетел смерч и свалил огромное дерево, которое упало точно в том месте, где раньше стоял фургон. В обоих этих случаях можно было бы изменить погоду, чтобы устранить опасность. Но дело вот в чем. Вместо того, чтобы лишать проблему самому, Господь желает, чтобы мы развили веру, которая поможет нам полагаться на Него в лишении наших проблем и уповать на Него. Тогда мы сможем ощущать Его любовь намного непрерывнее, сильнее, яснее и глубже. Мы становимся едины с Ним, и мы можем стать подобными Ему. Его цель состоит в том, чтобы мы были подобны Ему. Более того, это Его слава, а также Его дело. Маленький мальчик пытался разровнять грунт за своим домом, чтобы играть там со своими машинками. Его работе препятствовал крупный камень. Мальчик изо всех сил пытался его сдвинуть, но как бы он сильно ни старался, этот камень не поддавался. Его отец какое-то время наблюдал, а затем подошел к своему сыну и сказал, «Для того, чтобы сдвинуть такой крупный камень, тебе необходимо использовать всю твою силу». Мальчик ответил, «Я использовал всю свою силу». Его отец поправил, «Нет, это не так, ведь я пока еще тебе не помог». И тогда они вместе нагнулись и сдвинули камень без особого труда. Отец моего друга Вайбе Рома, первого президента Колла в Папуа-Новой Гвинеи, тоже учили, что он может обращаться к своему отцу на небесах в трудные времена. Он и его односельчане могут прокормиться только выращенными своими руками урожаем. Однажды он развел огонь, чтобы расчистить свой участок сельскохозяйственных земель для посева, однако до этого долго стояла жара, и растительность была очень сухой. И поэтому его огонь был наподобие божара, описанного президентом Монсона на прошлой генеральной конференции. Пламя переползло на пастбище и кустарники, и, по словам его сына, превратилось в большое огненное чудовище. Он испугался за своих односельчан и боялся, что, возможно, погибнут их посевы. Если они будут уничтожены, он может попасть под суд односельчан. И тогда, не сумев потушить огонь, он вспомнил о Господе. А теперь я процитирую его сына, моего друга. Он преклонил колени на холме и кустарников и начал молиться небесному Отцу потушить огонь. «Откуда ни возьмись, над тем местом, где он молился, появилась небольшая черная туча, и пошел проливной дождь, но лишь там, где был пожар. Оглянувшись по сторонам, он увидел, что небо было голубое везде, кроме того места, где горело пламя. Ему не верилось, что Господь откликнулся на мольбу такого простого человека, как он, и он вновь преклонил колени и плакал, как ребенок. Он сказал, это было самое прекрасное чувство. Наш Спаситель хочет, чтобы мы так любили Его, что желали подчинить свою волю Его воле. И тогда мы ощутим Его любовь и познаем Его славу. И тогда Он благословит нас именно так, как Он того желает. Так было с Нефием, сыном Геламана, который достиг такого уровня, когда Господь доверял ему безоговорочно, и благодаря этому смог благословить Его всем, о чем бы Он ни попросил. В романе Яна Мартела «Жизнь Пи» главный персонаж высказывает свои чувства о Христе. Я не мог выбросить Его из головы. До сих пор не могу. Я провел целых три дня в раздумьях о Нем. Чем больше я думал о Нем, чем меньше я мог забыть Его, и чем больше я узнавал о Нем, тем меньше я желал покинуть Его. Именно такие чувства я испытываю по отношению к Спасителю. Он всегда рядом, особенно в священных местах и в трудные времена. И иногда, когда я меньше всего того ожидаю, мне кажется, словно Он похлопывает меня по плечу, давая мне знать, что Он любит меня. Я могу отплатить за эту любовь своим собственным, несовершенным способом, отдав Ему свое сердце. Всего лишь несколько месяцев тому назад я сидел рядом со стоященной Джеффри Холландом, когда он подписывал миссионеров в их миссии. Когда мы входили в собрание, он подождал меня, и, идя рядом со мной, обхватил мое плечо. Я напомнил ему о том, что когда-то в Австралии он сделал то же самое. Он сказал, «Это потому, что я вас люблю». И я знал, что это истина. Я верю, что если бы мы могли удостоиться привилегии физически пройтись рядом со Спасителем, мы бы почувствовали, как Он точно так же обхватил бы наше плечо. Как и учеников, направлявшихся в Эмаус, наше сердце горело было в нас. Вот Его послание. «Пойдите и увидьте». Приглашение идти рядом с Ним, ощущая, как Он обхватывает нас за плечи, носит глубоко личный характер. Оно манительное тепло. Я желаю, чтобы все мы были такими же уверенными, как и Енос, что очевидно в последнем стихе его короткой, но содержательной книге. «И я радуюсь тому дню, когда смертное мое обличется бессмертнее и предстанет перед Ним. Тогда я увижу его лицо с радостью, и он скажет мне, «Приди ко мне, благословенный. Есть место, уготованное для тебя в обителях Отца моего». Благодаря многим событиям, а также силе, с которой Святой Дух свидетельствовал мне, я свидетельствую с полной уверенностью, что Бог жив. Я чувствую Его любовь. Мы сделаем же все, что необходимо для того, чтобы наша воля соответствовала Его воле. И добудем по-настоящему любить Его. Во имя Иисуса Христа. Аминь. 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 Аминь.